Теперь давай вернемся в Барак и подумаем о том, какие мысли были в голове у Константина, когда он только писал письмо Галерию. То есть он заявляет о том, что он теперь Август и сообщает об этом Галерию. Как должен отреагировать Галерий? Тут три варианта. Либо он признает Константина Августом, что нереально практически. Либо он признает Константина Цезарем, что более реально. Либо он объявляет войну. То есть реальных вариантов два. Это либо война, либо Галерий признает свершившийся факт. Войска провозгласили Константина императора. И признает его Цезарем, то есть младшим соправителем Августа Севера на Западе. С этой точки зрения, в общем-то, это выглядит как план. Попросить чуть побольше с расчетом на то, что в любом случае дадут меньше. И таким путем складывается Третья Тетрархия. То есть, в общем-то, все получилось. Константин, конечно, начал как узурпатор, но Галерий его признал. И теперь все хорошо. Но тут есть одно но. Дело в том, что в Италии события стали развиваться неожиданно. В Галерии решил, что пора бы сократить расходы государства и увеличить доходы государства. А как это сделать? Ну, естественно, можно посмотреть, куда деньги тратятся и откуда они не извлекаются. И такие места нашлись. Оказывается, в Риме, который давно уже не столица, В Риме почему-то горожане не платят налогов до сих пор. Когда Рим был древней столицей, была вот такая традиция, да, что римляне получают бесплатно продовольствие, как жители столицы, да, и не платят налогов. Здорово. И Галерий решил, что хватит кормить Рим. Кроме того, в Риме располагалась претерианская гвардия, которая сидела на государственном обеспечении и, в общем-то, чувствовала себя замечательно совершенно. Зарплаты неплохие, они, в общем-то, ничего не делают. Какие-то части претерианские выведены из Рима, переданы в том числе на запад, ну, теперь они у Константина находятся. Какие-то части выведены на восток, но вот те претерианцы, которые остались в Риме, они, в общем, занимаются не пойми чем. И теперь Галерий предлагает взять и распустить их. Ну, естественно, это делал не сам Галерий, а все-таки Август Запада Север, да, который находился в Медиалане, и вот из Медиалана он отправляет такое письмо. Ну, в общем, из Некомедии в Медиалан пришла санкция. Ну-ка, распусти-ка ты претерианцев и обложи Рим налогом. Да, и обложи, да, ибо нефиг. И когда об этом стало известно в Риме, ну, можно представить, что началось. То есть, были недовольны, в первую очередь, претерианцы, во-вторых, все римляне, которые, ну, в общем, я думаю, все римляне были недовольны, в той или иной степени. И вот здесь, оказывается, претерианцы вспоминают, что где-то же недалеко от Рима на вилле прохлаждается Максенций. Они приезжают к нему и предлагают стать императором. А Максенций, в общем-то, был только за. У Максенций галерий ужасен. Он заставил нас платить налоги, казну государственную. Максенций подумал, говорит, тут чудовище. Восстану я против него и вас, римлян, снова верну на привилегированное положение. Тирания галерия невыносима. Ну, просто невыносима. Да, и Максенций, конечно же, согласился с этим чудесным предложением. Здесь был еще один момент. Некоторые из наших источников пишут, что в Рим приехали, ну, в том числе к Максенцию, приехали портреты, новые портреты императоров, понимаешь? Включая Константина. А с точки зрения Максенции, Константин, это, во-первых, ну, слушай, ну, пониже его будет рангом. Ну, в конце концов, он сын самого Максимиана Геркулия, блин, представляешь? То есть, как бы он раньше, Максенций раньше стал потенциальным наследником престола. Таким подпринцем. В современном смысле этого слова. С другой стороны, действительно, мать Константина была женщиной, ну, из простых. Совсем из простых. В отличие от самого Максенция, мать которого была познатнее в разы. То есть, Максенций смотрел на Константина сильно свысока. Считал его, ну, как бы, ну, так себе человеком. Он и галерии это не уважал, слушай. И Константина не уважал. А тут теперь ему предлагают, значит, признать Константина императором. Ещё и портрет привозят. Ну, в общем, это было для Максенции крайне оскорбительно. Вот он смог, а я что? Не таков ли, как Константин? Да я лучше его. Конечно, и теперь всё сошлось, понимаешь? То есть, вот они, бунтующие притрианцы, вот перспектива взять власть. В общем-то, 28 октября 306 года это произошло. Не, ну, круто всё для Максенца сложилось. Поддержка городского населения Рима есть. Армия есть. Всё, бери, иди и возьми власть, называется. Ну да, пока что никто не мешает. Это произошло. 28 октября всё случилось. И вот это уже прямая узурпация. Галерий, ну, то есть, если Галерий ещё мог как-то смириться с тем, что Константин станет Цезарем, да, то есть, Константину место можно было найти в Третьей Тетради. Максенции воткнуть некуда. То есть, все места заняты, понимаешь? Константин Галерий готов был потерпеть. Во-первых, Константин проявил инициативу. То есть, сразу же после смерти отца он примерил на себя его титул августа. Сразу же сообщил об этом. Достаточно уважительно повёл себя. Его действительно провозгласили солдаты. То есть, войска Запада стоят за него. И, скорее всего, он сможет контролировать Запад империи. В-четвёртых, с ним сложно что-то сделать. Он далеко. Он за Альпами. Ну, то есть, это чёртик куда нужно идти, чтобы воевать с ним как бы бессмысленно, в общем-то. И в этом смысле на Константина можно было закрыть глаза. У Максенции совершенно другая ситуация. Во-первых, он наглый. Он давно презирает Галерия. Во-вторых, он действовал с запозданием. То есть, если Константин действовал активно, то Максенции реактивно. В-третьих, он отказался принять волю Галерия. Галерий уже сформировал Третью Тетрархию. То есть, был момент между смертью Констанции и тем моментом, когда он получил письмо от Константина. Был момент, когда можно было поиграть титулами. Но этот момент прошёл, а теперь уже всё. Третья Тетрархия уже сформирована. Портреты императоров уже отправлены во все регионы. А Максенции теперь отказывается признавать волю Галерия. И ещё один момент. У него мало войск. Значит, Максенции нужно было раздавить. И конец 306 года прошёл, в общем-то, в подготовке похода на Рим. Подведём итог. Старший Август Галерий правит в Никомедии и, видимо, в Сирмии. То есть, он управляет Балканами и Анатолией. Его цезарь, цезарь Востока, Максимин Даза, уехал то ли в Антиохию, то ли в Александрию. Правит Сирией и Египтом. На Западе, цезарь Запада, Константин, судя по всему, он уехал из Британии в Август от Риверов, почти на Рим. Ну, то есть, на границу с германцами. А Август Запада, Север, находится в Медиалане. И вот в Медиалане как раз он и собирает войска, чтобы везти их на Рим и разобраться с Максенцией. Так вот, начинается 307-й год. Север движется на Рим по приказу Галерии, естественно. А в Риме в это время происходит много всего интересного. Во-первых, отец Максенции, старый Максимиан Геркулий, услышал о том, как ярко выступает его сыночек и, естественно, не смог устоять в стороне. Да, и присоединился к сыну. Приехал в Рим, обнял сыночка и объявил себя Августом. Ну, с лозунгом «Ребята, я возвращаюсь». Вы помните, я же еще не так давно вами всеми правил здесь. Пряхнем старинной, как говорится. Да. Друзья, вы же еще не забыли меня. Максенцией, интересно, сначала воздерживался от титула Августа или Цезаря и называл себя скромно. Цепс Инвиктус. Непобежденный, непобедимый Принцепс. Ну, в общем-то. Титул несколько абстрактный, потому что, если мы обратим внимание на Панигирики, на тексты Панигириков, сохранившиеся, написанные Константину, там его просто называют Принцепсом, ну, на раз-два. То есть это всем словом император, по большому счету. Вероятно, Максенцией рассчитывал получить какое-то признание от Галерии, но Галерии вместо признания отправил войска против Максенции. Итак, отец с сыном, Максимиан Геркулий и Максенцией засели в Риме. Ну, это здорово. Но дальше логичный вопрос. Где брать войска? Чем защищаться коллегам по бизнесу? Мобилизовать население Италии? Не вариант. Давай. Тут есть боеспособные легионы, которыми не так давно Максимиан правил. Но они пока что все у Севера. А что у наших узурпаторов-то? У них есть притерианская гвардия, ну, там, может, полторы тысячи, небольшое количество. Есть гарнизон Рима, ну, точнее, полиция. В поле ее не выведешь. Армией, которыми командовал не так давно Максимиан Геркулий, теперь в руках у Севера. И у сына с отцом рождается хитрый план. Надо позвать Севера на переговоры, убить его, потом Максимиан выступит перед легионами, они будут кричать ему «Слава нашему императору!» И вот у них и армия, и убитый август. Ну, как Севера, кажется, умнее и не пойдет на переговоры. Тогда надо подослать к нему кого-нибудь или написать письмо командирам отрядов, чтобы они сами его убили. Нужно в обратном порядке действовать. Нужно подкупить просто солдат, чтобы они перешли на сторону Максимиана и Максенция. А мы не ищем легких путей. Так что Севера оказался достаточно глупым. Север оказался достаточно глупым, сейчас мы это увидим. В итоге, в общем-то, так и получилось. Максимиан не так давно вводил именно этих бойцов в походы. Они его, все эти подразделения, которые сейчас у Севера, все они знают Максимиана. А этого Севера впервые видят. И, ну, естественно, переманить на честном слове войска не получится. Нужно предложить что-то более такое существенное. Как помнишь, в «Пиратах Карибского моря» адмирал, забыл, как его зовут, говорит, все невещественное стало вдруг несущественным. Деньги нужны. Нужны деньги для того, чтобы перекупить солдат. А где же их взять? И вот об этом, к сожалению, наши источники не пишут. Но логически мы можем предположить, что Максимиан и Максенций при помощи претериантов занялись реквизицией имущества у состоятельных римлян. И вот что пишут о Максенции, причем пишут все, включая Зосима, да, то есть все источники пишут о том, что он занимался грабежом. Вот, скорее всего, об этом и речь. То есть Максенцию нужны деньги на содержание армии в первую очередь. И, в общем-то, деньги он взял. У тех, у кого мог. Ну и, в общем, в начале 307-го года Север двинул армии на Рим. И когда подошел к Риму, его войско было просто перекуплено. Он сбежал в Равенну. Туда отправился старый Максимиан Геркулий. Начал переговоры с Севером. Дал ему гарантии безопасности. Север вышел из Равенны. Его схватили и казнили. Ну, с другой стороны, да, есть же такое мнение, что в подобном случае это не Галерия, в смысле, не Север оказался наивным человеком, да. А Максимиан с Максенцием просто не заслуживали доверия, которое он им оказал. Ну, так или иначе. Теперь у Максенция есть войско. Не, ну, с другой стороны, это теперь все поняли, что их слову нельзя верить. Это да. И в дипломатических каких-то переговорах у них могут возникнуть очень большие проблемы. Это да. И весьма показательно то, что очень долго Максенции ни с кем так и не сможет договориться. То есть, в некотором смысле он был не договороспособный человек. Ну, так вот, теперь власть Максенции распространилась от Рима до самых Альп, то есть, вся Италия. Теперь он принимает титул Августа. С его точки зрения, вот смотри, Север убит, да, и, соответственно, титул Августа вакантин. Ну, вот я стал Августом. В чем проблема? Ну, у Константина же так же получилось, помнишь? Его папа умер, он там вот занял место. Ну, а давайте теперь просто меня признаем Августом вместо Севера, и все. Я думаю, таким было его предложение. Ну, Галерий не очень соблазнился такой перспективой и начал собираться в очередной поход в Италию. Уже лично он решил вести войска против Рима. А конфликт между отцом и сыном не случился на этой почве? Тут бывший Август сказал, ты щенок, а я Август. Чуть позже он случится. Пока что понимаю, что ситуация-то, ну, очень неприятная. То есть с Севером решили, конечно, проблему, но скоро в Италию придет армия Галерия. Это тоже как бы нешуточная сила. Галерий, ну, как к нему не относись, да, он там тиран и алкоголик, но воевать он умел. Его войска громили германцев вообще ни раз и не два. И персов тоже. То есть это боеспособная армия, а Галерию имеет воевать. Самое страшное заключается в том, что ведь Константин и Галерий признал, а ну, как они договорятся, а ну, как они выступят в Союзе. И вот старый Максимиан Геркулий едет на Запад к Константину осенью 307 года и начинает переговоры о мире, о Союзе и предлагает ему в жены свою дочь Фаусту. И этот Союз был заключен. И женился Константин на свою голову на Фаусте. Тем временем Галерий двигает войска в Италию. Но в итоге дело закончилось тем же самым. То есть возник риск, что его армия будет так же перекуплена, как армия Севера. И это говорит о чем? Это говорит, вероятно, о том, что авторитет все-таки Максенция был достаточно высок. Понимаешь, может быть, это был такой отблеск авторитета его отца. Может быть, он сам был, ну не знаю, прекрасный оратор. Может быть, его, ну действительно, его имидж такой был, да, достаточно приятным для римлян. Но возникла реальная угроза, что и войска Галерия перейдут на сторону Максенция. И чтобы не допустить этого, Галерий развернулся и ушел чуть-чуть назад. Вот здесь предлагаю обратить внимание на один момент. Максенция до сих пор не выходит в поле и не дает бой. Заметь. То есть он не воюет, в общем-то. Есть ощущение, что он как бы не очень, не очень любит все эти военные истории. В другой стране это всего лишь ощущение. Но вот оно не оставляет до конца. То есть мы нигде не видим, чтобы он командовал войсками лично. Как это делал, например, его отец, или тот же Галерий, или тот же Константин. Он в Риме находится. И вот пока Максенция в Риме, а Галерий со своей армией отошел от Рима, опасаясь, что дело может кончиться плохо. Галерий начинает переговоры и предлагает Максенцию договориться. И вроде бы как даже признать его августом. И сформировать четвертую тетрархию. Но Максенции решил, что Галерий пытается его наколоть. Максенции знал, для чего ведутся такие переговоры. Кстати, по поводу его военного бездействия, то, что он сидит за стенами Рима, я думаю, что он вполне логично действовал. Потому что, во-первых, там большая стена Аврелиана. Взять такие укрепления довольно трудно. Потом армия Галерия находилась, по сути, на чужой территории. Она должна где-то кормиться. Притом, войска находятся в походе. Чем дольше они там живут в этом палаточном лагере, на осадном положении, тем меньше у них боевой дух. Потому, тем самым, видимо, решил просто измотать армию Галерия и заставить её уйти. И не пролив при этом ни капли крови своих солдат. Это да. Это, безусловно, так. То есть, такое размышление мы ему можем приписать. Думал ли он так или нет, неизвестно. Но это вполне логично. Вполне мог думать. То есть, я не склонен считать его совсем уж дурачком, как он выглядит в текстах некоторых проконстантиновских источников. Но, тем не менее, вот и дальше. Дойдём до конца, посмотрим, что это за человек был интересен. Так вот, он отказывается вести переговоры с Галерием. И, в общем-то, возможность сформировать Четвёртую Тетрархию таким образом исчезает. В итоге Галерий решил сделать ставку на ещё одного своего друга и собутыльника по имени Лицидий. А ситуация подвисла в воздухе. И вот, в 308-й год римское государство входит с пятью правителями. У нас есть... Кстати говоря, да. Максимиан Геркулий, уехав на запад к Константину, предложил ему не только свою дочь Фаусту, но и титул Августа. Типа, я как Август наделяю тебе титулом Августа. Знаешь, через прикосновения передаётся. В Галерии он вообще такой низкая фигура. А я авторитетный Август. Поэтому я тут решаю, кто будет Августом, кто Цезарем. Так что ты, Константин, ты давай и со мной. Вот, а не с ним. И таким образом, в 308-й год римская империя входит с пятью правителями. Да, это Августы, Константин, Максимиан, Максенций на западе, Август, Галерии на востоке и Цезарь Максиминдаза на востоке. Пожалуйста. Кстати, вскоре к ним добавится ещё один. Титул его, к сожалению, неизвестен. В Северной Африке Викарий, Диоцеза Африка, то есть правитель как бы вот этого нескольких округа, состоящего из нескольких провинций на севере Африки, это вот Диоцез Африка. Правитель этого Диоцеза, Викарий, Домиции Александр, провозгласил себя императором. И это создало большие проблемы для Максинции в скором времени. Потому что как раз из области Карфагена, из Северной Африки снабжалась Италия. Италия, ну и Рим, конечно же. И вот когда наши авторы пишут о том, что Максинции устроил голод, это как раз про это. Это восстание Домиции Александра привело к тому, что Максинции потерял источник зерна. А как кормить большую армию, которая у него появилась? Как кормить город Рим? Ну то есть вообще где брать налоговые поступления, которые в немалых количествах шли из Африки? То есть это большая проблема. В итоге восстание Домиции Александра Максинции подавит. Но это будет где-то между 309 и 311. Точная дата неизвестна, к сожалению. Но некоторое время Домиция Александра так претендовала на высшую власть. Таким образом было шесть императоров одновременно. Ну в общем ситуация вышла из-под контроля. С точки зрения Галерия, который как ни крути, представитель законной власти. Не узурпатор. То есть он получил свою власть по закону. С его точки зрения должна сформироваться четвертая тетрархия. То есть он сам Август Востока, его Максимин Даза Цезарь Востока. Константин Цезарь Запада. На должность Августа Запада Галерий прочит своего друга Лициния. Ну вот новая фигура в шахматной доске. Ну то есть все логично, все сошлось. Но беда в том, что есть Максимиан и Максинцы. Они в Италии, они в совете с Константином. И эту проблему в общем-то можно решить только войной. А Галерии воевать-то не хочет. И чтобы решить как-то проблему более-менее мирно, он идет на довольно необычный шаг. Он решил устроить такой съезд императоров, конференцию императорскую. В городе Карнунд в современной Австрии. Это крепость на границе с германцами, которая постепенно выросла в большущий город. Чуть ли не под 50 тысяч населения. Ну по тем временам, конечно, большой город. И вот в Карнунте 11 ноября 308 года собирается эта конференция. Приезжает, ну естественно, галерий. Приезжает Диоклетиан, который вернулся из своей отставки почетной и принял участие в обсуждении общих проблем. Он задал планку вечеринки, так сказать. Да, прибыл Максимиан Геркулий. То есть как, без меня что ли решать будете? Ну нет. Диоклетиан здесь, значит и я тут. Соответственно, мы можем поэтому увидеть, вот по набору участников, увидеть реальное положение силы. То есть смотри, Максимина Дазы нет. Но это и понятно, он галериевский. То есть с ним все ясно. Максенция нет, но это тоже понятно. Вот за него папа приехал разбираться. Константина нет. Вот почему. То есть Константин перешел на сторону Максимиана Геркулия или же Константин остался верен галерию. Но так или иначе, да. То есть этот набор участников достаточен, чтобы решить все вопросы. В итоге были приняты решения. Во-первых, Максимиан Геркулий навсегда отстраняется от своего императорского положения. Все, закончилось. Лициний назначен Августом Запада. И теперь должен решать проблему с Максенцием. Поскольку Максенция объявляют узурпатором. И значит с ним нужно воевать. То есть договориться с Максенцием не удалось. Никак. Что касается Константина. Он понижен с должности Августа до должности Цезаря. И он снова это принимает. Ну вот, конец 308 года сформирована четвертая тетрархия. Естественно, за исключением того, что у нас есть проблема. Большущая проблема в Италии. Да, это самое главное. Интересный еще момент. В Карнунте же была установлена такая памятная доска, посвященная Митре. Богу военному, такому военному божеству Митре. И посвящение было со стороны Иовия и Геркулия, то есть Диоклетиана и, соответственно, Максимиана. Августов и Цезарей. Вот здесь возникает вопрос, когда эта доска была сделана. То есть еще в прежние времена или нет. Вот некоторые историки считают, что нет, что это вот именно вот в это время. С другой стороны, непонятно, почему тогда здесь нет имени Галерия. Ну, в общем, спорная штука. Но вообще было бы красиво. То есть вот они съехались, и как символ этой встречи вот памятная доска, посвященная Митре. А Митра теперь должен присмотреть за империей сверху со своих небесных сходов. Но, в общем-то, не присмотрел. Через некоторое время оказалось, что Максимин Даза недоволен тем, что его проигнорировали. То есть он правит каким-то Дальним Востоком. А Августом Запада назначают Лициния. А почему не его бы отправить на Запад, да, а Лициния сделать Цезарем Востоком? В общем, недоволен парень. И Галерии приходит к выводу, что для того, чтобы ребят успокоить вот этих молодых, то есть Максимина Дазу и, например, Константина, им можно даровать титул сыновья Августов. Филии Авусторум. Звучит красиво. Хм, ничего не значит, но звучит красиво. Впоследствии... То есть получается что-то среднее между Августом и Цезарем. Ну да. Но впоследствии к 310 году Галерии признает обоих Августами. Это интересно, в 310 году у нас действительно 4 Августа, и это по закону. То есть носитель высшей власти наделил титулами Августа. Притом у Галерии нет рычагов давления на этих людей. Ну конечно, ну почему, на Максимина Дазу есть, пожалуй, а вот на Константина-то не очень. Ну и, в общем-то, весна 310, да, у нас сразу 4 Августа. Но это все еще тетрархия. В общем, главный момент. 11 ноября 308 года сформировалась четвертая тетрархия. Достаточно устойчивая. Главная проблема в этом, это Максенций в Италии. Ну и он, то есть он узурпатор, он узурпировал власть. Но часть территории Максенция захватил Домица Александр. То есть узурпатор захватил узурпатора. Ну там такое. Узурпация в Квадрате. Да, Италия и Африка проблемные территории. Но, в общем-то, жить можно. Наступает 310 год. И здесь Максимиан Геркурий решил в последний раз тряхнуть стариной. Во-первых, он разругался насмерть со своим сыном Максенцием. Ну вот то, о чем ты спрашивал. Да, Максимиан хотел тоже поправить, а Максенций и не давал ему. Максимиан вернулся в Рим, где-то вот после переговоров с Константином. И рассорился с сыном. В начале 308-го оспорил его право на власть. То есть сказал примерно что-то вроде, что ты вылез известно откуда у папки. И, в общем-то, а где мои войска? Давайте, собирайтесь, солдатушки, ребятушки, под моими знаменами. И пойдем накажем сыночка, как следует. Ну, то есть представь. Сынок показал мне фигу. Пойдем, умрем все до последнего. Говорят, он публично унижал Максенция. Сорвал императорскую тогу с его плеч. И все-таки ожидал, что солдаты встанут за него. Но стар был дедуля, и, в общем-то, солдаты выступили на стороне Максенция. А Максимиан с позором покинул Италию. И куда же ему теперь бежать-то? И вот он отправляется ко двору Константина в Галлии. Поскольку Константин его зять, правильно, зять. Константин женился на его дочери Фаусте. Константин его принимает. В 310 году, когда Константин воевал с франками, то есть он с армией ушел за рейн в германские леса, громит франков где-то там. Максимиан в это время с какими-то отрядами, которые были в его руках, оказались, отправляется на юг в город Орелат, современный Арль. Заходит в него. Ну, в общем-то, никто не ожидает подвоха. И вдруг Максимиан объявляет о том, что Константин убит в Германии. Сенсация. Сенсация, да. Константин убит, поэтому теперь западом буду править я. Теперь я, Август Максимиан Геркулий, наконец-то вернулся к вам в третий раз, друзья. Встречайте меня. У Константина нет наследников, но вам нужен сильный настоящий лидер, чтобы удержаться и привести вас к победе. Кто же это, спросите вы, а я знаю ответ. Это я, Максимиан. Да, ну представь, как удивился Константин, услышав это. То есть, тесть поступил коварно. Поэтому он решил восстать из мертвых. Да, он решил, он так удивился, что решил восстать из мертвых, прекратил кампанию против франков, двинулся в Южную Галлию. Тем временем Максимиан Геркулий отступил в город Массилия, современный Марсель. Город был очень, очень хорошая крепость, способна выдержать длительную осаду, более укрепленная, чем Орелат. Но, в общем-то, это значение не имело, поскольку жители Галлии, вот это факт, то есть, жители Галлии все были сверх лояльны Константину. Они его на самом деле любили и уважали. И было за что. Пока вот все вот эти друзья грызлись за власть, там на востоке, да, Константин занимался тем, что поднимал Галлию из руин и выгонял германцев и громил их прямо в их землях. То есть, он защищал свою территорию и развивал свою территорию. Это, конечно же, нравилось. Представляешь, на фоне того, как остальные грызутся в гражданских войнах, вот единственный нормальный занимается делом. Наш парень. И, в общем-то, горожане Массилии открыли ворота, пустили Константина. Он пришел к тести и говорит, ну что, папа, что это было? Объяснишь или нет? Дальше вот возникает вопрос, что произошло дальше? Источники предлагают, ну, разные. Во-первых, нет внятного описания, да, которым можно было бы абсолютно до конца верить. Но есть описания, например, и все веки Сарийского и Лактанция, которые рассказывают, что Константин Прекс простил своего тестя и сказал, ну все, ну теперь ты будешь сидеть здесь. Ну, то есть, вот, в Массилии и никуда не выходить из дома. Потому что опасно тебе, папенька, появляться на свежем воздухе. Кислород ударит в голову и мало ли, что ты еще выдумаешь. Но после этого Максимиан решил устроить заговор и убить уже Константина и использовать для этого свою дочь Фаусту. Но Фауста не поддалась на уговоры, все рассказала мужу. Ну и после этого Константин сделал все, чтобы Максимиан почетно покончил жизнь самоубийством. Другая версия, которая, в общем-то, полунамеками передается разными источниками. Но современные историки некоторые делают вывод, что Константин же должен быть властолюбивым подонком. Значит, он просто убил своего тестя после того, как тот устроил заговор. И все. Без всяких романтических вот этих ходов. Но ни подтвердить, ни опровергнуть, как обычно, не получается. Так или иначе. Факт. Максимиан Геркулий поднимал восстание против Константина. Это восстание стреском провалилось. И вскоре после этого Максимиан Геркулий отправился в это самое. На Елисейские поля. Потому что он же бог, он же Геркулес. Вот. Коиду на прием. Коиду на прием, да. Константин лично представлял это как семейную трагедию. То есть, вот такая беда. Получилось вот так. Константин велел предать проклятию памяти Максимиана. Это вот то, что называется домнация меморией. То есть, как бы уничтожение всех надписей, всех скульптурных портретов. То есть, всего, что напоминает так или иначе от человека. Выражаясь современным языком, он просто отменил Максимиана. Да, 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 да. Отменил Максимиана. И, ну вот, вся эта история с Максимианом, события 310 года, заложили основу для вражды между Константином и Максианцием. Но все-таки пока что система оставалась устойчивой. На чем она держалась? Да на авторитете Галерия. Галерий контролировал Восток. Ему в целом подчинялся Максимиан Даза. Ему в целом подчинялся Константин. Максианций продолжал свою игру. Ну, Литвичин, естественно, тоже человек Галерия. То есть, Галерий держит все, но вот Максианций остается проблемой. Но наступает 311 год. И в этот год Галерий почувствовал себя плохо. Говорят, он не только злоупотреблял алкоголем, но и едой. То есть, обжирался постоянно. Ну, а такое часто приводит к различным заболеваниям. И Галерий почувствовал себя настолько плохо, что отменил даже великое гонение, которое при его участии началось в 303 году. И то ли в Сердике он издал Эдикт, Эдикт о верояттельности, то ли это произошло в Некомедии. Но, во всяком случае, в том источнике, который я читал, подписано Некомедии, Канун майских колен, Консульство, Галерия и Максимина Даза. А это 311 год, это 30 апреля. То есть, можно считать, что 30 апреля 311 года издан Эдикт. Что отмешает Галерий в этом Эдикте? Что я хотел вернуть христиан к отеческой религии, привести их в чувство. Но они окунулись в свое христианское безумие, не собираются возвращаться к истинной религии. Поэтому я решил их простить. Я же великодушный человек. Я же справедливый и добрый император. Я решил простить их, как своих забудших сыновей. И, в общем-то, в соответствии с этим позволением, христиане должны теперь молиться своему Богу о здравии, как нашем, Галерия, так и государства. Так и о своем собственном. Чтобы государство ни в каком отношении не терпело вреда. И они могли спокойно жить на своих местах. То есть, великое гонение, включающее в себя конфискацию имущества, увольнение с должности, запрет на преподавание для христианских учителей, аресты, ссылки на рудники и всякое прочее. Казни. То есть, все вот это, что так или иначе происходило с 303 года, теперь закончилось. Интересно, что начал эдикт Диоклетиан. Оно называется, гонение называется, начал гонение Диоклетиан. Оно называется гонение Диоклетиана. Но, в общем-то, источники говорят, что это было сделано под серьезным влиянием Галерия. Галерия его закончила. И вскоре после этого, вероятно, в мае 311 года от своей тяжелой болезни он, Галерий, умирает. И вот этот момент стал решающим. Теперь не было старого, условно старого, но авторитетного императора. Ему было 55 лет на тот момент. Да, он не старый еще. Не было авторитетного императора из первой тетрархии еще. Он был последним из первого набора тетрархии. И власть теперь по всей империи перешла к новым правителям. Это кто? Это Константин, которому, ну вот не вполне понятно, вроде бы ему 39 лет, но может и меньше. Может быть и в районе 35. Это Максенций, которому 28 примерно лет, 28-30. Это Лициний, которому 46 лет. И Максимин Дазе, которому 40 лет. То есть, в общем-то, они все не мальчики. Но Максенций моложе всех в этой истории. И, в общем-то, теперь мы видим, разобрали всю предысторию этих событий. Мы подошли к чему я в самом начале говорил, что 311 год стал решающим. В 311 году галерий умирает. Остаются 4 правителя, которые теперь должны по-новому решить, как они будут сосуществовать друг с другом. И, собственно говоря, уже через год начнется война Константина и Максенция. И вот возникает логичный вопрос. Кто виноват в этой войне? Это Константин вероломно пошел против Максенция своего, кстати говоря, родственника. Константин женат на сестре Максенция, Фаусте. Или Максенция объявил первую войну Константину. Что же вообще произошло в это время? И это мы разберем в следующий раз. Прямо с языка снял. Верно. А сегодня все. Прямо остросюжетная такая история, согласись. Но вот самое главное не запутаться в их именах. Нужно как-то, знаешь, видео будет снабдить картиночками, которые более наглядно будут показывать, кто есть кто. Это не проблема, сделаем. Ну что же, друзья, надеюсь, понравилось вам такое введение в этот наш новый мини-сериал. Ну а на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Всем хочу пожелать хорошего настроения, времени суток. И, друзья, не забывайте. Рома Инвикто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова